Всем привет-привет! Сегодня я заехала в Сан-Джозеф университет, университет Сан-Джозеф. Этот кампус построен в 1875 году, походу. И университет тоже 1875 года. Это школа медицин. Очень старый университет. Это один из лучших университетов Ливана. Преподавание идет на французском. Но в последнее время у них больше и больше появляется курсов или факультетов. Часть факультета на английском тоже. Я знаю в школе бизнеса, что происходит, но медицина, понятия не имею, что происходит. Как-то эти здания мне чем-то похожи или на казармы, или на какие-то... Даже не знаю, где лошадей держали, что ли, раньше. Такие маленькие, низенькие здания с большим двором. Или какие-то хозяйственные были помещения. Вот. А тут... Вот это сама школа. Сейчас я зайду туда вовнутрь, показать, что там внутри. Такая величественная лестница, красивая. Такие тут двери, вот, смотрите. Огроменные, высоченные двери, старые здания. Здесь администрация, я так понимаю. Там был гайденс, где что. И, конечно же, везде, вообще во всех ливанских университетах, есть такой закоулок, где маленький... Как выставка малюсенькая. Я заметила, в многих университетах такое есть. Какие-то медицинские старые препараты. И вообще история музея тут тоже. Место самого университета, самого медицинского комплекса. Вообще здорово так. Какие-то препараты тут стоят, аппаратура. Вообще классно. Я вот в школу медицины здесь никогда не заходила. Была в университете часть, которая новой. Там музей. Вот такой коридор. Там музей есть минералов. Я туда потом пойду еще раз. Обещала старшей дочке показать. Там здорово. Как раз у нее химия, чтобы увидеть, как уран, например, как в природе вообще появляется, чтобы на камнях такой он там прям светится, радиоактивный. прохладно так на этом здании по сравнению с улицей. Без всяких кондиционеров эта часть. Лестница. Наверх я не пойду. Там все закрыто. Классно. И внутренний такой дворик. Кстати, с той стороны тоже есть дворик. Я тоже туда папе посылка посмотрю. Тут куча этих зданий. Я вот видела А, Б, С. Тут вот еще один есть. Б. Или Д. Это даже. Надо глянуть, что там было написано что-то. Вон, Дэд Кампус. Сколько тут вообще зданий, я вообще не знаю, не в курсе. Но думаю, много. Еще люблю университеты с маленькими садиками. Сама, как бывший студент, я любила сидеть на улице под вот этими большущими вековыми деревьями. В тенечке сидишь, там и жарко, и тепло так хорошо. Самое то, и сидишь, учишься. Чуть не прошла мимо. Классный такой. Вот весь кампус. Курить нельзя во всем кампусе. Я, кстати, тут как раз думала, где что-то место для курения. Потому что обычно в университетах ты сразу же, хоп, заходишь, и показано, мол, курить туда, а все остальное в другом месте. Кстати, в этом же кэмпе есть и церковь. Сейчас я, если ее найду, я, по-моему, мимо проходила, тоже зайду, покажу, что за церковь. Кстати, территория университета, она открыта круглый год. Можно сюда приходить, сидеть на скамеечках. Конечно, security посмотрят, спосят все, зачем вы сюда пришли, что вы здесь делаете. Ой, какой хороший ветерок. Господи, 40 градусов жары и ветерок хороший. Ой, супер. Там как раз музыки. Сейчас я дойду, еще в один парк схожу, и потом пойду в церковь схожу. И в каждом музее есть, в каждом музее, в каждом университете есть свой маленький музей. Кстати, вот этот Сан-Джозеф-университет, он вообще огромный. Это вот только школа медицины. Тут, может, не очень много всяких помещений для учебы. Я думаю, они более все сделаны в более современных зданиях, которые у них есть. И у них вот эта вот, вся вот эта часть, это все университет. Потом идет еще на Ашрафии тоже. Эта часть, это тут рядом с музеем национальным. Какой тут лягушатник классный, с рыбками даже. Там рыбка плавает, где там рыбка? Только что видела рыбку. Классно, я так вон рыбки там плаваю. Сейчас спугну их. И даже стрекоза тут есть. Классно вообще, такое тишина, покой. В каждом университете есть музей. Каждом университете, который именно старые университеты, как, например, AUB, это American University of Beirut, или Lebanese American University. У нас в... В Lebanese American University он более такой, более американский, что ли. У нас нет ни церкви, ни молильной комнаты, ничего. Например, в AUB там есть церковь с органом даже. В USG есть и церкви, и есть даже своя Сан-Джозеф-церковь, которая находится на Ашрафии. Это тут от матхов чуть-чуть проехать и все. Сейчас за эту вот церковь. Вот это. Сейчас уже к себе не хочу подходить. Вот смотрите, это... Сейчас посмотрим, что за церковь. Византийский такой стиль у нее в церкви. Сейчас посмотрим, что там. Кого? Да, подожди, что там. Сан-Джозеф. И святая семья. Это католический храм. Но я туда не буду заходить, снимать. Просто так с дверей зайду. Укажу. Тут, оказывается, можно снимать. Маленький Святой Марун. Мария, Иисус, его апостолы. И вот. Очень такой простой, простой храм. Университетский. Ну, тут спокойно очень. Хорошо. Тут рядом с этими скамеечками вот это все базилик. Вот это все красный базилик. Он так пахнет здесь. Потом здесь посажен, по-моему, и что-то чабрец. Потому что уж очень мне пахнет. Как-то попахивает мне все сюда. Чувствую, что это чабрец. Вот это вот. Он там такой большим кустом. Потом базилик. Который, он такой более ароматный, не как зеленый. И вот это я даже не знаю, что это. А, слушайте, тоже пахнет. Ну-ка. Тоже какая-то... Пахнет каким-то... Не знаю, чем пахнет. Я даже не знаю, что это. По-моему, это типа розмарина, но какой-то, по-моему, разновидность розмарина. Потому что... Ну, руки... Ой, руки прям так пахнут. Вкусно-вкусно. И что-то колючее. Это, наверное, розочка какая-то. Здорово. Так у них посажено. Наверное, это все отгоняет комаров. Я всегда еще надеюсь. Я не увидела еще ни одной мухи и ни одного комара. И прям так это, знаете, здесь вот тут на скамеечке так засело. И такой аромат. Ой. Ну, это, в принципе, я вам показала этот университет. Точнее, часть только. Один факультет медицины. Мои сегодня... У нас сегодня здесь репетиция. Выступление на следующей неделе. Какие еще места вы хотите увидеть? Оставляйте комменты, лайки. Ну и попишите свои вопросы. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока.